здравствуйте коллеги retail week вновь на ваших экранах рядом со мной новый интересный спикер здравствуйте представьтесь пожалуйста какую компанию представляете здравствуйте я сотрудник райер я советник президента меня зовут кондратьева татьяна эксперт рынка и конкретно это продуктовый рынок fmcg самые сложные группы fresh и ультрафреш сегодня был форум который называется мясной форум соответственно мы с коллегами с производителями с ребятами из ритейла обсуждали тренды которые сейчас на рынке слушали экспертов рынка делились опытом своими кейсами смотрели назовем так дорожную карту какими мы будем через 10 плюс лет и смотрели куда мы все двигаемся также обсуждали вопросы которые сейчас у всех на слуху и на повестке дня это вектор куда мы идем это промо ловушки и работа с ассортиментом хочется верить что когда вы заглянули в будущее на 10-20 лет там у нас все хорошо это зависит от нас как я все время говорю все в наших руках для этого мы собираемся для этого мы обсуждаем для этого мы делимся своими кейсами и мнением вот ну и как я все время говорю что мы приглашаем всех совместные проекты в коллаборации уже не первый раз и не на первая конференция у нас звучит что мы открытая площадка мы открыты к диалогу я имею ввиду ритейл так как мы здесь представляем экспертов ритейла мы приглашаем производителей экспертов рынка совместные проекты приглашаем на наши конференции так как я считаю что только коллаборации совместные проекты позволит нам действительно сохранить этот рынок и нашу отрасль замечательно скажите пожалуйста вы будьте завтра еще модератором еще одного форума очень хочется узнать тему спикеров может быть поделитесь что наши участники смогут послушать завтра да это осознанное питание мы назвали этот форум осознанное питание избегая применение аббревиатуры зож потому что я считаю что несколько такая дискредитируешь себя аббревиатура и каждый понимает ее по-своему сейчас идет если мы говорим с точки зрения маркетинга вот у вас выступала одна из экспертов рынка гуру рынка комиссарова татьяна это декан кафедры маркетинга развития бизнесовой школы экономики сегодня у нас на форуме мы говорим о том что идет персонализация потребления поэтому каждый подходит осознанно к жизни к питанию к спорту более того мы если мы говорим про коллаборации первый опыт будет на нашей площадке завтра когда мы назвали эту тему фитнес бизнеса ритейл то есть мы пригласили ассоциацию оператор фитнес индустрии у нас будет присутствовать ольга ковалева который является президентом фитнеса волджим вот и один из лидеров своей отрасли поэтому любезно посетит нас и поделиться своим мнением какая цель этого очень сложная тема на самом деле потому что если у нас будет две темы звучать на завтрашнем форуме первое это мифы и реальность целевой аудитории то есть если мы говорим про осознанное питание ну давайте все говорим про зож мы говорим о том что это целевая аудитория это каждый из нас это вы я ребята которые вокруг нас это непонятные там индусы в шальварах которые поют под дудочку нет все мы в том или ином роде потребители зожа назовем это так вот поэтому будем говорить кто же это целевая аудитория вот и да действительно развеивать мифы и второе сложная тема достаточно она напрямую касается категорищиков и закупщиков это особенности категорийного анализа и мерчендайзинга ну то есть я бы наверное сформулировала так этой темы у нас нет то есть куда отнести этот товар где он лежит что это и так далее и так далее то есть это только создается кто это будет создавать это будем создавать мы поэтому мы все вместе завтра будем обсуждать эту тему завтра мы также планируем назначить там последующую повестку нашей работы мы будем говорить о круглых столах о совместных проектах работах назовем так по интересам то есть вместе с фитнесом будем проводить бренд шторминги привлекать к совместным маркетинговым проектам к совместным программным лояльности ну как пример да если сейчас фитнес у нас не участвует в ритейле как таковом но только может быть нонфуд ритейль то есть не продуктовый ритейл но если мы говорим про стимуляцию продаж допустим кто мешает кому-то из ритейла создавать совместные торговые марки с фитнесом ну допустим тот же ул джим или мы говорим про программа лояльности кто-то там купила продукта на какую-то сумму и получила допустим абонемент выбранным им с фитнес-клуб достаточно интересно я еще раз говорю такой практики не было я надеюсь что все вместе мы наверное создадим ну громко будет сказано но я думаю что мы создадим новый рынок здорово что на ваш на нашей выставке мы создаем новые интересные необычные кейсы которых еще не видел мир это здорово и спасибо вам за это и надеюсь что все кто увидит наше интервью поймут насколько ценные интересные информации ждет завтра спасибо вам большое спасибо большое до свидания